Русский фольклор И все, что помогает нам выживать с точки зрения физической, с точки зрения культурной, религиозной, идеологической, оно будет выживать, потому что иначе мы все выберем Поэтому для меня понятие русский фольклор – это всего лишь понятие вот этой некой единой человеческой мудрости, которую нам Господь даровал для того, чтобы мы в нашей земной жизни совершали правильные поступки Фольклор цепляет, и если говорить о фольклоре, как о песне, о сказке, если это запомнилось, а ведь есть такие вещи, которые запоминаются просто на раз Мудрость русского фольклора еще и в том, что там есть такое сочетание удивительной простоты, просто гениально, это как раз о русском фольклоре Поэтому оно и будет передаваться, пока жив народ Фольклор он пронизывал, раньше он пронизывал всю жизнь человека, он наполнял его быт, повседневную жизнь Все это проявлялось во многих, во многих элементах в культуре И то, что воспринимается глазами, то есть это изобразительные какие-то вещи, и то, что воспринимается через слух Русский фольклор, поскольку он рожден народом, и это его память, это те знания, которые надо передавать следующим поколениям Поэтому пока жив народ, жив фольклор Вот если не будет русского народа, да, действительно, русский фольклор, наверное, исчезнет, но не раньше Ведь люди хранят какие-то знания, песни, мастерство какое-то декоративное, сказки, былины, эпосы Они хранят даже в той ситуации, в которой, казалось бы, это очень сложно Бывает, вот я приезжала в деревню, я думаю, эти люди прошли через столько сложностей, через столько событий, через войны, какие-то сломы Через какие-то другие всякие негативные вещи Но они поют, они рассказывают, значит, это им очень важно для них И я имела возможность много раз убеждаться в том, что даже в самом конце жизни, когда у человека, он должен уже предстать в другом месте И остается только самое важное Уже все суетное уходит, но песни остаются с ними до конца До конца остаются Меня это в свое время потрясло, но тогда же я поняла, что это не развлечение Это не какой-то досуг Это даже не искусство Это нечто большее, это как сама жизнь Это то, что составляет То, что нужно, чтобы жила твоя душа И с чем ты и должен, собственно, предстать перед Всевышним Антропологически мы не более и не менее изобретательны, чем Аборигены, там, предположим, Мадагаскара или кого-то еще Но направляемое творцом творчество народное обретает черты, которые не умирают, потому что их вдохновляет сам Господь Вечный и привечный наш Господь Бог Бессмертие — это, на самом деле, инстинкт самосохранения народа, как мне кажется Если он существует, если народ осознает себя как единое сообщество, базирующееся на культуре, то ему не страшны ни перемены, ни катаклизмы, ни испытания и так далее Он все это достойно пройдет, опираясь на собственную культуру и соответствующим образом обеспечить себе бессмертие Главное — это передача вот той энергии, накопленной десятками, сотнями поколений предшествующих людей, которая принимается и которая, соответственно, передается дальше Народная культура во всем ее комплексе, традиционная культура, или как принято называть фольклор, она, на самом деле, такими механизмами и обладает Один из главнейших законов — это, собственно, передача этого знания и нужда в нем грядущего поколения Если какие-то основные параметры будут сохраняться, то и бессмертие русского фольклора, или бессмертие традиций, оно будет обеспечено самим народом Продолжение следует... Продолжение следует...